Сегодня у нас 26 марта 2022 года, суббота. Вот пришли урок взять. В кочегарке новый котел поставили. Какая его высота котла этого примерно? Ну метр... У меня метр шестьдесят три. Высота? У меня метр шестьдесят три. Ну в общем так, больше метра. Да, больше метра. Ну-ка давай. Как он называется? Что-то ПКЗ тут показать. Павловский котельный завод. Ну я думаю, показать. Так, высота его какая? Так, сто пять. Сто пять, да? Теперь длина какая? Девяносто. Девяносто, ширина. Ну вот с этой больше будет. Ну с этой сделай вместе с этой. Отожать в комнату не затащишь. Сто четырнадцать. Сто четырнадцать. Ну а ширина? Пятьдесят. Вот так. Ну рассказывай. Дверки нету. Первый раз. Вот я пищником. Профессиональный пищник. Я кончил строительный техникум. Учился у хорошего старика Поляка. Поляк был там у нас на практике. Ну и сорок лет делал по стране разные котлы ставил. Но такого не видал. Чтоб дверьки не было. Это ни в одном паровозе никогда не было. Куда кидать уголь? Вообще нету. Пускай Михаил-то проходит. Давай. Вот Михаил Петрович пришел. Он тебе будет показывать и запоминать будем. Так. Что делать? Ну в первую очередь я открываю. Вот. Вон смотрите. То есть остатки угля еще есть немножко тут у меня. Немножко. Со вчерашнего дня еще. То есть я вот так делаю. Я прочищаю его. Так. И что там делается? Ну осыпается. А ну-ка я посмотрю там. Подожди. Делай. Делай. Туда-сюда. Давай. Ну ладно. Не надо. Понятно. А потом я закрываю вот эту часть. Начинаю колосники снизу прочищать. Ну-ка. То есть вот она зацепляется. Вот она. Вот так вот. Так. Сделал. Давай я про это все равно. Да-да-да. Покажи ему. Вот. Только так. Покажи как открывается. Дайте газетку. Газетку дай. Да вы неправильно, Игнать Ильич. Вам надо с той стороны снимать где-то. Согласен. Подальше. Да кого я спину буду Михаила Петровича снимать? На колено вставать. Потому что так тебе это не... И кого сейчас что там делать? У нас тогда ящик стоял в том котле. Все, ящик высыпалось, я взял его, вынес, и все лишь бы остыло. И каждый прошуровать, да? Прошуровать. И куда высыпать? На бумагу? Нет. Почему? А куда? Бумага-то еще вот она. Вот она высыпается сюда. И куда она высыпается? Еще ниже? Вот она, вот она, вот эта. Золанку рассыпется, вот она. Поддувала. Это поддувала. Да. Ну теперь дальше как утаскивать? Сейчас, сейчас рассыплю. Как у печки. Сейчас, я за ведром сходу. Только вот... Никогда не видал, да, у печки. Какое чудо. Подпишешь листок, потом... Колосники руками ставишь там. Дверку открыл, затопил. Везде, на севере, на юге всегда есть дверка, куда ложить. Значит, этого неудобно. Еще удобно, нет? Неудобно. Неудобно, значит. Вот так. В первую очередь неудобно. Вот. Гляди, сколько. И сколько заплатили за него примерно? Ну, сто с чем-то. Тысяч. Да, больше ста. Больше ста. Ну, больше ста, это может быть и 102 рубля, и 192. Да. А сколько он весит примерно? В шестером затаскивали его. Около трехсот, наверное, на килограмм. Сколько? Не меньше, чем 250. Около трехсот, наверное. Вот так. А там все делали так. Вручную двое котел поставили. Все все будет нормально. Ну, ладно, понятно. Пол дня надо тут сидеть, ковырять. Да не надо там пол дня сидеть. А вот это... Почему? Пол дня там не надо сидеть, Игнать? А тут нельзя сделать, а чтобы сделать клюка настоящая была. Это, чтобы нужно было колосники протещать. А-а-а. Да, вот оно, вот оно. Вот оно, вот оно. Вот оно есть. Вот так. Все, не-не, подожди. Я сейчас поднимаю. Неудобно. Очень даже. Все, открываешь? Я вам объясню. Вы встаньте, я вам объясню. Давай. Это котел называется длительного горения. То есть, вот ты затопил осенью, и только весной его захлопнул, закрыл. И на сколько лет хватит, чтобы так непрерывно... Он не предназначен для того, чтобы каждый раз его разжигать. Это у меня так, потому что я ухожу, оно у меня тухнет здесь. А сколько время надо, чтобы прогорела топка или дверка там, где есть? Это не ко мне вопрос уже. То есть, не знаю. Здесь... Ну, все прогорает. Такого нет, чтобы не прогорало. Здесь еще один момент. Подожди. Вот эти колосники... Так. Еще один момент. Вот эти колосники до конца очищать нельзя. Это мне Николай Польгуев сказал. Потому что... Потому что... Их нельзя до конца очищать от золы. Вот эти колосники. Понятно, чтобы зола оставалась. Да, чтобы их не повело от жара. То есть, специально. Там такие вот выемки, вот такие. Она как бы вот такая, да. И там внутри зола лежит. Чтоб она всегда лежала там внутри. У-у-у-у. Да. Она потому что вот так вот, эти... Уголки сделаны вот так вот. То есть, снизу будет... Вот это ты бы не сказал. И не знал бы как. А тут-то любая девчонка затопить могла. Любой мальчишка. Все. Этот жар пригодится нам. Ты меня тут по носу-то огреешь. Да не огреял. Все. Ну ладно. А тут сверху сделали для чего? Все. Все, давайте... Ну, еще до конца-то не рассказали. Ну, давай. Надо как растопить. А как растопить-то как? Вот я и показываю, как. Брать надо немножко покрупнее, чтобы дровишки были две штуки. Покрупнее? Да. А там наоборот поменьше. Вот так положить. А как положить, когда не достать? Вы еще не до конца выслушали все. Вы же пришли... Ты скажи, бросить, но не положить. Как положишь? Вот я положил. Вот. Вот она. Так ты рукавами-то задеваешь там топка-то грязь такая. Я почистил уже тут. Вот это вот уже почищенное. Да? Ну, и не до конца. И сюда-то я не лезу. Я не стал чистить. Задеваешь руками. Давай. Главное, все, я согласен. Но дверки нету. Там же, как в топке, два поляна положили. Только что неудобно закладывать маленько. Да, да. Маленько неудобно. На высоте полтора метра тридцать кидать туда бумагу, дрова. Теперь дальше на эти дрова он кладет на бумагу другую. Там-то я делал поперек, а потом... Да я не буду, не бей меня. Нет, я говорю, я так же делаю. Машешь передолбом, ты, я думаю, сейчас зазлякнешь как. Нет. Я же вернусь. И ты хочешь сохранить эту одежду, чтобы она была чистая? Да никогда. Ты вот елотишь непрерывно здесь, поэтому... Надо одевать специально. Специально? На рукавник или... Брезентовый рукавник. Я куплю щетку и будем отещать железной щеткой. Все это будет упадать. Не беспокойтесь. Я думаю, чего у него так это быстро пальто-то замазывалось? Да он трется об него. Да как оно? Ну понятно, он рукой-то, видишь, он ползет по ней. И рукой, и животом тут же пыль вся. Да, да. Какая толщина интересна вот этого вот. Что непрерывно она будет гореть. Ну вот такая, не толще вот эта. 4-5, 4-5 миллиметра, наверное. Ну и как она может долго гореть непрерывно? Нет, вот эта, вот эта вот сама, да, миллиметров в 5. Ну вот она, вот она, вот смотри, вот она, видно, где оплавлено. Да. Все, она начинает дымить уже от жара. Так, уже начинает дымить. Ну это из одного материала, ты посмотри. Михаил, вот она, гляди, вот. Нет, этот тоньше, здесь тоньше. Там тоньше, здесь вот это же. 5 миллиметров. 5, ну все. И чтобы она горела 5 лет, этого не будет. Дело в том, что вот эта вот накипь, это как защитный слой для металла. Накипь вот эта вот. Может быть. То она накипь, это все, разгорелась, разгорелась. Она сюда не будет, если так, сюда она не будет обыгревать тогда накипь, она дает, значит. Он быстро нагревается, буквально минут 20 и вода кипит уже. Чтобы там внутри все. Ну, плиты тут нету, варить не будешь на этом. Да, здесь нету, это точно. Это для сушки дров и одежды. Это он брат сделал. Ну, а труба-то какая? Это вообще, какой диаметр трубы-то? Труба, она внутри, она там вот такого, небольшого диаметра. Ну, примерно так замерить можно. 180, наверное, не больше. 180? Внутри, внутри, внутри. Нет, вот это понаружи-то. Понаружи-то с утеплителем. Это утеплитель сделан. Это утеплитель внутри. Но все равно, сколько она там, дыра-то, какая размер? Тут никак не меньше 30 сантиметров. Нет, не меньше. Ну, вот так вот. 35. Труба размер какой диаметр? Так, 34 здесь. Вот так. 34. Я думал, 35 сантиметров ошибся. Ну, пусть 35 округленно. 35. Как у паровоза, даже меньше. Даже больше, наверное. И все, теперь уголь сыпать. Нет, сейчас дрова возьмутся, я засыплю потом. У меня головокружение начинается, когда на эту печку смотрю. 40 лет делал пищу по всей стране, разная пища. Это для того, чтобы чистить это. Ну, это понятно. Главное, дверки нету растоплять. Вот одно меня трогает. Дверки нету. Такого никогда не было. Или пьяные делали, или нарушено. Дверку можно прорезать. Вот, я про это согласен. А можно ли? Конечно. Можно ли резать? Прорезать. Прорезать ее ровно. Прорезать. Этой болгаркой. И потом здесь можно даже проварить так дверку, чтобы она плотно была. Тогда дело другое. А как вы проварите, когда в ней щели будут? Дверка-то будет закрыта, там щели будут. Ну, может, плотно, что щели не будет. Вот надо сделать маленький бордюрщик, который плотно к ней будет приживать. Ну, это надо с Николаем фольгуем разговаривать. Ну, без фольгуем никуда. А что такое? Это что-то держится на ней. Это швы. Швы сварочные. Это что-то держится на ней. Что-то там держится. Или бракованное железо было заварили. А почему бракованное? Везде вот сделано. Нет, сделано аккуратно. Это специально. Ну, что там, Лаги, там ровная стенка. Это, скорее всего, с кораблением связано. Скорее всего, с кораблением связано вот это вот. Чтобы не коробило? Да, чтобы не коробило стенки. Что-то такое, видимо, это. Может быть, и это железо дороги, они рельсы так клали. Там, наверное, эти ребра жесткости сделаны. Или ребра жесткости, скорее, проварены. Или вот это что-то в этом роде. Нет, и то, и другое может быть. Вот этот механизм, вот этот. А там внутри стоит клапан То есть когда я закрываю Засыпаю, закрываю Определённую температуру выставляю Вот здесь у меня стоит где-то градусов 83-85 Температура воды будет В котле и в самом Я могу и меньше выстоять То есть повернуть её И когда температура достигает Вот эта воды Сколько здесь я выстоял Вот эта автоматически опускается За счёт того, что там жара И она закрывает поддувал полностью Вот сейчас там щель есть А там она полностью перекрывает её И она стоит, томится, горит И за счёт этого идёт Это никак не взялись крючком, кто упадёт Это сразу на высто, на мясокомбинат Посмотри, какой крючок кверху Крючок сделаем Заходят сюда дети и прочее Это абсолютно нельзя делать По технике безопасности Тут меня не сдвинешь с места Тюрьма Можно деревянную ручку сделать Сделай Сделай так, чтобы она была или деревянная Или вверху обмотана была Но вот так, чтобы таким штырём Была кверху Это же она Только подвешивала Гитлер своих Кто покушался на него за ребра Куда это годится А у нас тут заходят мыть И матери детей заводят сюда Это нельзя Значит, это сделать сегодня надо Хорошо Я думаю, вот так Слышь Отрезать такой брусок Вот такой С двух сторон или с трёх Проволокой прикрутить его Ну а вот, чтобы брусок выступал маленько Вот на столь На палец хотя бы Ну и можно сверху материю прикрутить Мягко, чтобы было Тогда это пойдёт А так нет Прямо на такую длину И крючком кверху Ты же понимаешь, что это такое Я ещё другую предлагаю Просто его срезать и всё Он не нужен здесь Нет, это останется Стрезать можно Так Ну здесь всё равно Тогда это надо сделать Я думаю, оно не помешает Такой толщины Вот такой длины бруски С двух сторон Завязать плотно А срезать, я думаю И тогда наоборот Она не даст броску туда съезжать Ну можешь убрать Посмотрим Посмотреть Это сделать нам сегодня Он нужен только для того Чтобы хорошо держать за это Не надо Держать хорошо Хорошо, нехорошо Упадёт человек На это нацепится Это сам понимаешь Глаз сразу выдавит Дети забегают Сохрани Бог Я прям трясусь над этим котлом Вломили такую цену То есть четыре котра Можно было купить Минимум Всё, я засыпать могу Приварили тут хорошо Всё как надо Ну ладно Всё, я засыпаю Давай Ой, помощь Всё, закрываем Так, а золото надо было сначала вытащить Всё Вот надо было Да, вначале Отвлеклись Это можно так расшифровать Человек упал и говорит Помогите мне Жмоты ПМЖ А просто мне Вас жалко ПМЖ Просто мне жалко Брат Михаил сделал Сама хорошего Я думал, что на минуту Покушаешься Ой-ой-ой Вот туда упадёт вниз Если зола Сразу ты её не увидишь Она будет Что-то сделать надо здесь Слышь Лист прибить Железо Ну понятно, что её надо Какой? Противопожарный Обязательно Конечно Надо Тем более щель здесь Там есть у нас паранит Паранит И сверху здесь И подальше туда Подлиннее, чтобы лунка доставала До отверстия Хорошо прибить, чтобы не запинаться Ой-ой-ой Не приведи Господь Шапка-то моя где? Там на улице Я уйду отсюда Ужасно Освенчил Ой-ой-ой Вот она моя шапочка Хорошая На мою головку Насыпалась Столько Так, всё понятно, что делать? Понятно Так Вот где начинается Это отверстие Да не вот Надо сделать Чтобы я отвлечить Даже уголёк какой Ну да Так, Володя Надо найти ему Жесть и паранит А паранит Это шире сделай Вон туда На эту даже Отверни Хотя становится 10 Шире этого А жесть-то на первом складе Которую когда-то закупали На крышу И увезли? Или на тур Или гниёт там лежит? Зайти Которая ребристо? Почему не ребристо А ровные листы покупали? Ну зайти надо туда Предварительно На крышу складывали там Не знаю С Володей Там уже наверное слиплись Наверное Уж прогнили Всё сделать А с чем Резать-то есть? Ну найдём Потом всё Ну ладно Пошёл Благослови Господи Смеяться не придётся Если будешь работать Тут Я не спросил Насколько больше Надо дров И угля Я его перехвачу Расспрошу Это тоже немаловажно Вот это я снимаю Ты мне не сказал Ты мне не сказал А насколько больше здесь надо Угля топить И дров По сравнению с той печью Которая была А почему вы задали вопрос Больше? Ну меньше может быть Давай Дров меньше А тепло Температура Когда больше была Сейчас или Чаще Притапливать там надо Котёл Второй Вторую печку Только в сильные морозы И то надо Здесь просто стоять Над ним кощегай Чтоб она быстрее А тогда не надо было Так Легче Надо было Еще хуже было А тогда Когда помнишь Что же Вода полилась Сверху Тогда Это потому что Я пересыпал угля А тут Не пересыпешь Никак Здесь Она система Но тоже может Полить Ну ладно Примерно так Надо Немножницы найти И жесть Где-то Чтобы он Сегодня Все Закончил Я пошел Ой-ой-ой Закрой За мной Это Приходит Храм А еще Снаружи Храм Это Вот так Сейчас Чтобы не упасть Ой-ой-ой Я грохнулся Сегодня Скользко С ведрами Пошел Ведра Улетели Ни руку Не сломал Ни ведра Вот она А прямо Напротив Это вот Высоко Можно назвать Высотные Дома Строятся Уже Наверное 23 этажа Есть Еще Арматура Торщит Кверху Ясно Что Выше Будет Сегодня Суббота Работает Без Выходных Ужас Какой Везде А я Молюсь За них Чтобы не Упали Не дай бог Тут какое Давление Даст Упадет Какая-нибудь Что-нибудь Одна Плита Упадет Вниз Так Прощет Как Стрела До Нижнего Этажа В Барнауле Было Только Пятиэтажное А потом Вон там Даже Видать Где Человек Ходит Вот А потом Два Дома Добавили Два Этажа Так Бегали Смотреть Настолько Был Суббота 26 Марта 2022 Года Суббота Вот я иду Долгов Евгений Алексеевич У него Хозяйство 6400 Гектар Вот Какой он Начинал С малого Это Земля Несет нравственное Начало Петр Аркадьевич Столыпин Говорил Еще Все Порушили Изерги Петр Аркадьевич